здравствуйте меня зовут лина я приехала хотелось бы сказать из солнечного кишинева на данный момент морозного кишинева и я буду читать лекцию научная литература почему эта лекция важная дело в том что нам немножко повезло мы родились в то время когда информации много у нас есть не к ней свободный доступ и к сожалению стало появляться много некачественной откровенно лженаучной информации и ее нужно проверять поэтому я и взялась прочитать эту лекцию начнем с того же какая какие виды научной литературы бывают первый вид дидактический как пример учебник математики за 6 класс суть этой литературы это переход от простого к сложному если у нас есть учебник математики за 6 класс и есть учебник математики за 7 класс то во втором информация будет уже сложнее методически это сжатые концентрированы зачастую переделаны для практического применения научные знания теоретические это всякие теоретические материалы монографии труды ученых исследования как же нам это все читать до вида чтения бывают разные и самый первый элементарно это то чему нас учат в школе это мы берем книгу читаем понимаем она нам нравится либо не нравится можем зашевырнуть если не понравилось куда-то далеко инспекционный это мы берем книгу мы прочитали аннотацию мы прочитали последние страницы мы можем открыть где-то страницы в середине чтобы понять хотим мы нравится нам язык который там написан чтобы какое-то сформировать сформировать какое-то мнение у книги не читая ее целиком аналитический это уже работа с текстом мы текст уже читаем глубоко вникаем в суть если книга наша не библиотечная делаем какие-то пометочки сносочки ставим себе какие-то галочки и замечания и исследовательский это уже работа сразу с несколькими источниками можем взять несколько книг несколько источников мы читаем их одновременно сравниваем информацию и опять же если эта книга наша мы смело делаем пометочки если нужно делаем конспекты информацию анализируем внимание научпоп и научные статьи в интернете это как раз та литература которую чаще всего мы с вами и выбираем и читаем что же что же с ней что же как как с ней быть начнем с того что если мы можем прийти в книжный магазин или библиотеку есть такая вероятность что на полке с научно-популярной литературы мы увидим книгу тесла вампир победивший гитлера ну или сталина по-моему я видела оба варианта как же нам не нарваться на такую откровенную ерунду как отличить жена уже научную книгу от научной сначала естественно мы берем смотрим на ее обложку если на обложке есть какие-то странные картинки голова старца картинка вообще похоже на какой-то комикс и вообще нам кажется что так наверное вообще фантастика можно уже немножко задуматься но пометка автор не выбирает обложку обложку выбирает издательство поэтому все те пункты которые перечислю их нужно воспринимать в целом 12 они могут дать осечку в названии есть такие слова секретные тайны и то что от вас скрывали тоже это уже нам подозрительно следующий слайд автор имеет какие-то странные регалии вот именно эту вот картинку я взяла с презентации александра соколова редактора научно-популярного портала anthropogenes.ru как мы видим этот чудесный человек который нам не видно он генерал-майор граф атамана отдела исследовательских атомальных явлений даже не могу это выговорить на одном духу легко проверить кем является автор и существует ли это академия а если она существует можно проверить это академия которая занимается наукой или это какое-то сообщество которые да есть сообщества которые называют себя академиками и продают за деньги членство например за я не помню сколько долларов можно стать членом академии нью-йоркской академии возможно даже наук я вот уже не помню а так что в этом надо присмотреться следующий слайд пожалуйста автор пишет книгу при этом не той области в которой он специалист надо надо сделать пометку что если он консультант любитель и он консультировался со специалистами то возможно в начале или в конце книги он напишет благодарности тем специалистам которые прочитали преподнесли к нему свою критику и уже книга переработанная специалисты увидели она могла увидеть цвет если человек не являясь специалистом написал книгу тут два варианта либо он гений такое тоже бывает либо уже он не специалист он некомпетентен и он пишет скорее всего не на фактах а из головы яркий пример а фоменко являющийся математиком написал я не помню сколько большое количество книг про альтернативную историю при этом с историками он не советуется вот математик и он кажется что он разбирается в истории в книге вообще нет вообще никакой информации об авторе то есть если автор какой-то заслуженный заслуженный ученый у него есть какие-то достижения естественно он на них похвастается все-таки люди больше реагируют на то что у человека есть какие-то заслуги наверное в этой книге будет что-то интересное даже если автор очень скромный человек и он решил ну не упоминать о своих заслугах то там красуется его имя мы можем опять же в интернете посмотреть что это за человек но если вообще никакой информации ну странноватенько вы не находите берем книжечку смотрим аннотацию если она у нас в аннотации в этой книге будет переворот науки официальная наука то что скрывают ученые и я вам расскажу как это на самом деле ну это ну да как то так дальше пожалуйста обращаем внимание на список литературы в конце сейчас у людей занимающейся наукой занимаешься исследований есть доступ к статьям зачастую конечно платный доступ но он все-таки есть и очень сложно написать книгу которая основана только на одном исследовании сейчас можно проверить другие исследования по похожей либо исследования которые как пытались опровергнуть в эту и теорию поэтому если нет вообще из никак никакого списка и литературы даже нет списка на ссылки на собственные статьи и в научных журналах или же например есть ссылка на википедию или какие-то новостные порталы но тут уже вас хотят немножечко обмануть повторяю вот эти все пункты по одному они в принципе могут дать осечку надо их в комплексе рассматривать переходим к статьям в интернете как же нам проверить их очень часто мы находим британские ученые открыли что блохи выживут в космосе я сейчас прямо из головы это придумала я это нереально примерно наверное кто-то такое что-нибудь мог написать сначала проверяем если в статье исследует ссылка на исследование на публикацию в научном журнале если же даже ссылки нету такое бывает бывает те кто перепечатывают они могут могли взять информацию вообще с другого источника и просто полениться поставить ссылку на исследование лучше можно следующий слайд тут просто google у меня нарисован можно можно поискать зачастую лучше искать сразу на английском языке к сожалению зачастую надо вот еще важный факт если написано какие-то ученые и нет подписи имя либо группа ученых такого-то института и нет ссылок тогда точно надо искать в гугле что же эта информация так это или нет следующий пункт он подойдет не только тем кто хочет прочитать достоверную информацию но и также допустим хочет допустим вы студент или преподаватель и хотите у вас есть своя научная статья и вы хотите ее опубликовать чтобы не нарваться на издание которое вас возьмет с вас деньги за то что на вас публикует и скажет да да детка я научный журнал лучше всего его проверить включено ли издание в международной базы цитирования воз и скопус к сожалению если у вас нет платной подписки самостоятельно это сделать довольно проблематично но уже в интернете можно найти прямо списочки журналы включенные вот вот эти журналы вот и уже как-то вручную или можно уже даже как-то попроще поискать журнал если он в этих списках и можно следующий слайд я тут немножко изменился слайдик про google академия google чуть-чуть дешевле потому что он тоже может проверить статью если она в цитируемых журналах и также очень удобная вещь потому что она по ключевым словам может выдать исследование например вас интересует если такие какие-то исследования про блохи вбиваем блохи она будет искать если такие продано на на латыни какое-то название я не белок я не знаю как они там называются где же все-таки найти хорошую информацию сразу предупреждаю здесь не не все есть намного больше всяческих порталов на которых можно зайти заглянуть посмотреть я думал у некоторых из вас есть любимые которых здесь не будут в этом списке так что простите n плюс 1 как они сами себя называют это научно-популярно развлекательный портал чем они мне нравятся не всегда и ссылки на исследование с которого они новость пишут можно пожалуйста дальше голая наука они не только интернет издание они также и печатные издания чем эти два портала мне нравится как я уже сказала они ставят ссылки то есть можно всегда посмотреть что же там было если очень исследование заинтересовало дальше розамас интересный портал плане чего они не только выкладывают статьи они еще выкладывают аудио и видео лекции с реальными преподавателями российских вузов и лекции конечно скорее гуманитарного характера но гуманитарные науки тоже науки кибер-ленинг это вообще библиотека научных журналов и статей бесплатно которые можно прочитать я боюсь что сейчас прочитаю по-румынски поэтому я сейчас про себя по английски и и и library library это официальный русский портал позволяющий искать русские русские научные статьи то есть заходите там можно даже выбрать по каким критериям вы хотите найти статью это уже англоязычный это биологический медицинский портал с на котором хранятся англоязычные медицинские биологические статьи тоже в бесплатном доступе science директ это поисковик это англоязычный поисковик он ищет не только статьи но и книги минус он может выдать в поиске платные статьи но плюс он пишет сколько эта статья стоит и вы наверное платные статьи платные статьи что же это такое к сожалению большинство научных статей они являются в платном доступе это решили не ученые которые написали статью а журнал в котором они печатались и когда мы платим деньги эти деньги не идут ученому на развитие его деятельность они идут в скажем так журналу и появилось такое понятие как научное пиратство есть еще порталы на которых хранятся бесплатном доступе статьи есть порталы на которых хранятся статьи которые в принципе платные но вы можете их скачать бесплатно против этих порталов всячески борются и чем же skyhub вот это их логотипчик меня так привлекает то что это не собрание где хранятся статьи это целый скрипт который я не буду вдаваться в подробности я не программист кажется с помощью нейросетей скачивает эту статью из интернета то есть они не хранят они их воруют вот создала этот портал чудесная девушка с казахстана создала на его потому что будучи студенткой она не бедная студентка как бы все-таки мы не богатые тут особенно есть поговорка бедный студент вот она не могла себе позволить платить за интересующие ее статьи и вот ей в голову пришло вот такое чудесное решение ее вызывают периодически в нью-йорк в суд вот посмотрим что из этого выйдет иногда бывает портал блокируют но насколько я знаю у нее зарезервированы еще несколько доменных имен так что она если что скачет доменная зона может меняться но сам портал называется skyhub и вот такой маленький бонус с чего же лучше читать литературу бумажный или же электронный носитель в университете и иоганна готенберга в германии майнс это ведь германия надеюсь и провели такое вот исследование разделили людей на две группы более молодые более пожилые и давали им читать такие и такие книги как показала результат хоть испытуемым нравилось читать с бумажного носителем было более приятно на вас при не на воспринимание информации это никак не отразилось информация воспринималась примерно одинаково даже в группе где были пожилые люди информация с электронного носителя воспринималась быстрее это конечно возможно погрешность за счет того что возможно дольше занимает время перелеснуть страницу и также на электронном носителе можно отредактировать размер шрифта так что было удобнее читать вот но в принципе хоть приятнее читать с бумаги наш мозг воспринимает информацию одинаково с обоих носителей и последний слайд вопросики ресурсы есть я сейчас название сходу вот минут через пять когда я уже уйду в зал я вспомню но вот сейчас я вспомнить не могу я только знаю чем skyhub отличаются других именно то что другие ресурсы они именно они хранят то есть на них нужно вручную загружать эти статьи эти исследования skyhub у него какой-то волшебный скрипт который это все и как бы сразу скачивает то есть туда не загружают она самостоятельно скачивает нужно понимать что это не сами ученые так решили что их исследования должны быть платными был даже скандал я не могу сказать имена я к сожалению имена не записала и забыла когда журнал подал в суд на ученых которые опубликовавшись в журнале потом свое же исследование опубликовали в соцсетях то есть как бы как как так все ты опубликовался у нас твое исследование тебе не принадлежит то есть бывает такое что некоторым ученым приходится платить за то что они скачут свою собственную статью с журналом к сожалению да в современной науке есть вот такая небольшая печаль да а нет это идет именно то как ты воспринимаешь нет то есть не как ты воспринимаешь текст а именно как ты к нему относишься если я возьму книгу и буду просто читать художественную литературу если там на какой-то момент который я не очень поняла но мне нравится сюжет я же пойду дальше я не очень задумываюсь вот в этом кусочек текст что я не поняла я пойду дальше потому что меня увлекает сюжет мы открываем мы прочитали название мы прочитали сколько было напечатано из изданий мы читаем аннотацию если есть сзади мы читаем про автора это нам информации уже может хватить чтобы какое-то впечатление о книге у нас осталось чтобы мы поняли хотим мы ее прочитать или нам не нравится мы возьмем другую и и когда мы открываем допустим первые страницы мы начинаем читать мы уже можем сделать какие-то выводы о тексте налита ли там вода и вдруг там какая-то чушь мы это можем понять более того если это даже художественной литературе мы можем понять нравится ли нам стиль повествования автора как бы для чтения для восприятия именно художественной литературы это важно а если это научная литература мы можем уже какое-то впечатление о научность самого текста то есть оставить какое-то впечатление аналитический ой извините инспекционный это именно как так просмотреть книгу на на то понравится на нам и следует ли нам ее читать последние два нужно понимать что вот это вот уже относится чисто к научной литературе допустим мы наткнулись на какой-то термин который мы не знаем в этом случае нам лучше книгу отложить и посмотреть что означает этот термин если допустим вся вся структура все предложения нам не очень понятно нам возможно лучше все так же обратиться к другой литературе или к человеку который нам может объяснить если допустим я не очень специалист я еще учусь но я уже читаю научную литературу вот и если допустим говорить про исследовательский я могу вам точно сказать историки читают только так они берут несколько источников они сравнивают если говорить именно про прочтение то есть когда они находят какой-то допустим литературный артефакт и есть там какой-то описанный момент и в другом литературном артефакте тоже есть описанный момент они будут их читать одновременно по при этом сравнивая там говорится об одном и том же или возможно говорится о чем-то разным вот то есть это я даже сказала бы это не то чему учатся это то как воспринимают литературу как с ней работают я понял когда ученые подают публикацию по веке если публикация платная то либо он вообще не получает ничего с последующих продаж либо получать основную часть получается да то есть по сути тот интервью портал skyhub и другие они не делают какого-то зла для самих ученых которые я бы сказала так я читала интервью Александры создательницы skyhub она столкнулась с тем что не только она как человеку который нужно получить информацию но и люди которые как бы написали эту статью сталкиваются с тем что им нужно заплатить за собственную статью вообще в принципе то что мы не имеем открытого доступа к научным публикациям нарушает наши наши права когда люди говорят о правах они обычно говорят о права на самовыражение религию свободу выбора религии но как то они забывают что у нас есть право доступа к научной информации это наше человеческое право мы о нем почему то забываем и когда мы не можем бесплатно получить эту информацию это нарушение наших прав можем сказать что Александра бунтарь который борется за наши с вами права сейчас на западе даже многие ученые начинают просить своих коллег многие институты начинают просить своих ученых работающих в них не публиковать свои исследования в платных изданиях у них есть такое уже понятие как открытый доступ возможно через несколько лет ну я надеюсь ну хотя бы в районе 5 лет у нас у всех будет возможность бесплатно взять чужое исследование и прочитать без того чтобы платить за него от 30 и выше долларов да тут еще небольшое дополнение по самому вопросу потому что я научный трактник у меня заплаты но на самом деле с функционированием абсолютно любого в том числе научно нужны какие-то средства изначально предлагалось две такие модели противоположные первая модель это OpenSR то есть открытый доступ когда ученые платят за свою публикацию но она бесплатна для читателя в том же говоря когда ученые не платят при плате ни в таком именно за свою публикацию и читатель вместо него платит для того чтобы за эту публикацию и так и так журнал получает деньги и функционирует но потом появились разные хитростные переключения но сейчас самое большое издательство типа Элзиверы и так далее имеют статистическую программу допустим они говорят не пиратьте нас если вы у нас публиковались напишите нам мы отдадим ссылку с которой сможете легально поделиться с коллегами из лаборатории со студентами то есть на самом деле есть очень много опций и наверное вот эти отношения между издательствами и учеными они требуют какого-то буквого переосмысления вот оно сейчас происходит и не все так стандартные шаблоны но вообще конечно сам универсальный способ получить статью если допустим даже не в Сайхабе есть очень такие специфические журналы на которых публикуются хорошие люди вы можете просто написать на e-mail в этом ученом подавку без инвертирования и можете ту же самую информацию мне надо было именно вот этот тоже лайфхак я неправильно бы произнесла слово включить в презентацию наверное все же есть вы имеете там где ученые обитают как правило у которых есть идеи то есть там можно с ними связаться и попросить с ними ну как бы у меня такой опыт был я не вижу в основании рисовать я думаю каждый год раз кто-то больше прочитает и процессирует если вопросов больше нет спасибо 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 спасибо